почти все из нашей партии сторонники у нас цель партии это помощь организации профсоюз вот одна из целей такая то что без этого ничего хорошего народ с правительством один каждый по одному справиться не может у нас единственный способ это объединиться вот сейчас началось движение среди медиков мы за всех силах на движение помогаем был движение у авиадиспетчеров малия диспетчером помогали был движением байкеров докером помогать у докеров сейчас средняя зарплата выше 100 у авиадиспетчера сейчас средняя зарплата выше 100 до 200 с 30 доходит 260 вот так если будем грамотно действовать то есть ваше положение улучшится кардинально выход то есть результат должен быть такой нужно объединить всех медиков профсоюз и как вот я начал говорить самый главный документ на предприятие это коллективный договор если трудовой кодекс посмотреть он говорит что вот все последующие акции локальные то есть вот только на трудовой кодекс федеральный дальше пошли там территориальные там региональные местные и последние это вот на предприятии документы вот они все действуют только в том случае если они улучшают ваше положение относительно трудовой кодекс если они ухудшают они не действуют ну самое смешное вот чтобы там наверху не происходило последний самый главный этот коллективный договор вот все что вы добьетесь вот это будет ваш не взирая на то что там решила город область республика страна вот неважно коллективный договор вот чего вы добились то у вас и будет поэтому вот сейчас пенза за это бьет но фактически вот все первички которые грамотно действуют задачи добиться заключения коллективного договора туда можно очень много интересного писать режим работы зарплаты отпуска это все там фиксируется все там регламентируется и что составит то и получится естественно за него надо будет драться тяжелее всего это первый раз потом отстаивать легче хотя до пытаться понизить вот для диспетчера уже лет 15 там терки идут отстаивают своего флора и все время пытаются снизить достигнутая они все равно отбиваются не понимают что вот чего они получили агитки давали раскидывали да за что за что предлагает примерный вариант примерный вариант агитки вот по питеру это выжимка по коллективному договору то есть что предлагается 30-часовая рабочая неделя оплачиваемый отпуск основной только 35 календарных дней дополнительные 20 женщин не привлекать к переноске насилу с пациентом и к работам требующим приложения усилия более 7 килограмм обеспечение наличия холодильника микроволновых печей фильтрованной питьевой воды и цитана по нормам за счет работодателя обязательные технологические перерывы при очень низких и очень высокой температуры выплаты компенсации при прохождении необязательного медосмотра освобождение работников старше 50 лет по их личному заявлению от работы в ночную смену и каждый может посмотреть каждый может посмотреть это вот только часть требования которые до конца до конца но просто я смотрю что все прочитали получили освобождение работников старше 50 лет по их личному заявлению от работы в ночную смену для старших фельдшеров выездных бригад коэффициент специфики работы на уровне 0,3 при работе в бригаде по одному производится расчет как при переработке в двойном размере то есть вы добиваетесь того что если вы едете один вы получаете за того парня которого нет к чему это приводит к чему это приводит к тому что администрации становится невыгодно одного ставить да потому что ему пофиг согласен и все и все это понимают никто не сомневает ну никакого нет вообще никакого отношения выцелить не видишь актер с какого-то там допустим там с новошахстанской приема санитар а ухал да не санитар а так это называется а супер а ухал да и честно да еще смотрите денежная компенсация затрат на проезд в размере 50 процентов то есть если вы едете далеко с пересадками значит проезд вам хотя бы половину компенсирует денежная компенсация затрат для организации отдыха две с половиной базовых единиц один раз в пять лет получение звания ветеран труда работникам предпенсионного возраста вот обязательно прописывается в колдоговоре чтобы люди на пенсию уходили уже не на нищенство запрещение увольнять и переводить работников без согласия профсоюза вот вы можете увидеть где-нибудь если колдоговора смотрели там есть с уведомлением и совершенно другая вещь работодатель отправил бумажку что угоняет ничего хочет то и делать вот согласование это профсоюз должен написать согласие если он это согласие не ставит увольнение вне закона чем ни один суд это не может продавить то есть нет согласия профсоюз то есть профсоюз защищает членов профсоюза от увольнения у нас на в питере на контейнерном терминале дошло до того что там сто процентов членов профсоюза а почему а потому что когда дошло до сокращения начали сокращать тех кто не член профсоюза и получилось что всех кто не член профсоюза сократили надо остальные кто быстрее побежали и вступили то есть оказалось что вот полностью сто процентов член так повышение реального содержания заработной платы компенсации инфляции плюс но здесь стоит пять процентов роста сверх индексации ежегодно а вот эти вот пять процентов нужно смотреть от нет индекса а вот зарплату то есть вот инфляция у нас за год например она официально 4 что дают там 45 там 46 что такое вот эти вот пять процентов это от уровня зарплаты не от уровня инфляции потому что иначе это становится там пять сотых это вообще ни о чем вот по поводу реального содержания заработных плат может кому непонятно реальное содержание это то что вы можете купить то есть индекса вот у вас может зарплата расти но если индексация инфляция быстрее до реальное содержание падает вы меньше можете купить на зарплат борьба за прогрессивный коллективный договор требует объединения работников все действия будут проходить в рамках трудового кодекса и отстоять улучшение условий труда и гарантии занятости можно только коллективными действиями и дальше вот подпись в идее тактика алгоритм действий какой собираем людей наращиваем коллектив наращиваем 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 коллектив и стараемся не светиться перед администрацией то есть администрация надо она понимает что что-то происходит да но что там есть не понимает кто есть она не понимает никаких списков то есть по закону списки членов профсоюза можно получить только по суду по решению суда естественно никакого решения суда нет даже прокуратуре списки не дают поэтому второй момент когда вы выходите на уже вот как пенза вышла на 51 процент да там больше 50 процентов и они вышли на коллективные переговоры со всех людей собираются доверенности эти доверенности там написано право отсыдаивание интересов предоставляется профсоюзу действия здесь не написано что человек член профсоюза и администрация не знает кто действительно член профсоюза кто не член профсоюза и она не понимает он написал человек доверенность его вызвали поговорить много чего я им доверяю вот мои интересы мне вообще пофигу чего они там добьются то есть это вот получается что такого дурачка включили мы защищаем работников мы защищаем людей до чтобы на них не могли сказать что ты вот член профсоюза да мы сейчас можно можно делать наоборот есть можно привлекать внимание и вот так вот официально говорить да мы член профсоюза кто у нас ушла там провоцирует что у них членов профсоюза увольняют они даже там не удаляют а только начинают чтобы уволить же нужно взысканием они сразу с первого с первого взыскания они сразу подают потом за моральный вред выбирают деньги то есть это да это бьет по карману и в конце концов отбивает желание как-то со стороны администрации что доводится до мига что вот у нас григорий вячеславович он получается публичная фигура и на него дави это себе дороже да он может точно так же как он про песочил там главу врача в петрозаводске точно выставить еще один ролик да это вот никому мало не покажется поэтому вот у нас самая главная задача чтобы победить то есть у нас вы все понимаете да нужно улучшить условия повысить зарплату вот чтобы этого достичь надо заключить call договор чтобы заключить call договор надо собрать людей больше 50 процентов можно собирать намного больше я понимаю что для города ощутимо будет даже небольшое количество врачей если медиков которые начнут итальянку город сразу почувствует что происходит это когда вот понемножку по чуть-чуть это вот что мы можем информационную юридическую поддержку юрист у вас свои есть мы можем как бы помогать руками и ногами и распространять информацию то есть союза действия очень хорошие грамотные лица то что они его советуют мы знаем что там происходит да люди очень хорошо выруливают в уфе уже сколько пятидесяти судов все все администрация попадает к ушам и все время за это дело то есть это просто так не сделаешь без грамотно грамотно здесь очень интересная ситуация номинально в профсоюзе может состоять сколько угодно людей хоть сто процентов хоть сто пятьдесят процентов вот у вас работает скорой помощи 100 человек да у них профсоюз будет 150 вообще все равно у вас будет профсоюз действия которые отстаивают ваши права если профсоюз зависимой от администрации будет пытаться вам естественно будет пытаться вставлять палки в колеса то во время колду разговор во время переговоров за колду гуру надо составлять единый представительный орган и вот здесь прислали они своего представителя не прислали они своего представителя если вы больше 50 процентов набрали Вы имеете право и сами разговаривать. Причем по доверенностям. Вы не глядя не говорите, сколько у вас членов профсоюза. А фактически, ваша сила, это не бумажка, не заявление, а готовность людей бороться. То есть люди должны понимать, что если они все вместе начнут бороться, то есть выполнять те рекомендации, которые дает профсоюз. Если сказал профсоюз, что мы с такого-то числа начинаем действовать вот так, значит все подчиняются, выполняют эти инструкции, выполняют эти рекомендации, в результате выигрывает не тот, у кого членов профсоюза больше, а тот, кто реальные дела может сделать. Если вы можете, способны остановить скорую помощь, обслуживание скорой помощи по области, значит с вами будут разговаривать. Если вы сказали, что у нас там 90% членов, ну вы ничего не сделали, то есть вам, ну да, вот на переговорах администрация упрется, скажет, а у нас нет финансов. То есть мы согласны со всеми вашими требованиями, но финансов у нас нет, да, и не подписались, и все. Какой рычаг воздействия? Единственный рычаг воздействия – это коллектив. Поэтому мы и говорим, что вот, чтобы что-то начать делать, надо собрать большой коллектив. Выезжать или не выезжать на вызыва, у вас есть инструкция по безопасности, которая положена вам вдвоем выезжать. Вот вы приходите, говорите, я поеду вдвоем, давайте мне второго. То есть в результате количество машин, которые у вас ездят, она резче. Будем смотреть, как делать дальше. То есть чем хорош умный коллектив, чем хорош умный коллектив, всегда находится решение. Всегда находится решение. Вы не пытаетесь за них решать, как они будут. Не надо решать за них, да, наша задача продумать наши шаги. Пусть они там думают голову. Продумать наши шаги, и самое главное, чтобы люди начали выполнять рекомендации профсоюза, которые даны. То есть вот есть цель – собрать коллектив. Значит, надо собирать коллектив. Есть цель – там соблюдается норма техники безопасности. Значит, начали соблюдать норму техники безопасности. У нас планируется подготовка инспекторов по технике безопасности, по профсоюзам. То есть человек получит корочки, и от профсоюза действия. Например, такой инспектор имеет право проверить любое рабочее место. Он приходит, проверяет машину. Да, запрещает ее использование, и вот что хотите, то идиот. Ну, запрещено на ней. Прошел, заблокировал работу, а вы как бы вообще не пришли. Говорите, я не могу нарушать этот закон. Нас по закону запрещено работать с нарушениями техники безопасности. Прям прямой запрет. То есть, если вы работаете с нарушениями техники безопасности, вы закон нарушаете. Вы его нарушаете. Я же не могу нарушать закон. То есть, мне запретили. Вот мне пришел человек, сказал, что на рабочем месте нельзя работать. Это вот как один из выходов. Дегтярев рассказал интересный момент. Тогда я помню на РКР, на Российском комитете рабочих. Что дошло до того, что в одном медицинском учреждении пришлось писать, чтобы люди перестали работать по правилам. Да, выпустили документ такой смешной. Запрец выполнения распоряжений администрации. То есть, те приказы, которые они выписывали, они сделали приказ, запрещающий выполнять эти приказы. Это такой анекдот, но он работает. Так что у нас задача сейчас, нам помогать как только можно. Ваша задача объединяться и набирать людей. Так случайно оказалось, что в бытность недавнюю, пока я был бизнесменом, я как раз аукшерсингом занимался. И я вам могу сказать, что что бы там ни говорили, деньги из воздуха не берутся. У них есть бюджет. И самый дешевый вариант для здравоохранения, это держать машины у себя. То есть, это появляется бизнесмен, которому надо взять деньги. То есть, вы теряете как работники. Это все можно очень широко озвучить в средствах массовой информации. У нас есть для этого все условия. То есть, у нас три федеральных газеты, сейчас еще создаются конкретно по электротранспорту, газеты 4. Вот. Есть несколько каналов на ютубе, есть выходы на очень широкую аудиторию, с кем можно поговорить. То есть, пошуметь на эту тему мы сможем очень серьезно. Мы прям точно скажем, что, ребята, вот вы, либо вы рабочих своих водителей заставляете переходить, снижаете зарплату в результате этого аутсорсинга, либо вы свой бюджет. Если они будут говорить официально, что нет, рабочие все, водители все получат, как всегда, значит, вы бюджет свой, повышаете ваши расходы, повысится. Почему? Ну, потому что прибыль должна быть заложена у аутсорсера, он не будет бесплатно это делать. Дело в том, что профсоюз, вот, и самое главное, что вы, как бы, вот сейчас у вас этот аутсорс, он, вот уже чуть-чуть у вас осталось времени, тут пока, скорее всего, только шумихой можно пока воздействовать. А вообще, когда профсоюз создан, у него гигантские права на предприятие. У него права такие, что в момент забастовки власть на предприятии принадлежит профсоюзу, забастовочному комитету. Почему? Потому что в законе есть очень такой маленький пунктик. Забастовочный комитет несет материальную ответственность за материальные ценности предприятия. А это что значит? А это значит, вы ставите своих сторожей на все проходные, вы ставите своих людей на любые материальные ценности, и они контролируют, кто куда что пошел, кто куда что понес. И имеет ли он на это право, без подписи забасткома, никто ничего не может даже вынести. Да, то есть, вот эта вот ситуация. Таким образом, кстати, докеры очень здорово себе забастовочный фонд повышали. Потому что приходит корабль, которому нужно срочно разгрузиться, а тут забастовка. Он прибегает в администрацию, они ничего не могут сделать. А кто может сделать? Забастком. Он приходит, платит деньги за Басткому. Люди приходят, разгружают конкретный корабль и получают за это вот такие вот зарплаты. То есть, они пришли, два часа поработали, получили себе там за 3-4 дня зарплату, могут жить дальше. То есть, вот таким образом, в принципе, профсоюз с хорошим колл-договором блокирует уничтожение, реорганизацию предприятий, банкротство предприятий. Имеет официальное право контролировать и вмешиваться в хозяйственный процесс предприятия. То есть, все, что как раз вариант с аутсорсингом, это хозяйственная работа предприятия. Они пытаются там что-то, себя и профсоюз имеет право это заблокировать. То, что, во-первых, идет сокращение работников, во-вторых, идет повышение расхода бюджета предприятия. Зачем это нужно? Ваша задача все деньги, которые возможны, получить, чтобы работники, медики повысили себе зарплату. Причем вас не волнует, какие бюджеты куда заложены. В бюджетном предприятии, скорее всего, резких повышений добиться практически очень трудно. Но там, где коммерческие предприятия, когда мы точно знаем, что в месяц идет какая-то прибыль, и исходя из этой прибыли, можно повысить зарплату разово, в два раза, в два с половиной раза. И потом повышать ее ежеквартально или ежегодно. На индекс инфляции плюс какой-то хороший бюджетный процент. Вообще, все понимают, что даже если заплата будет расти быстрее, чем инфляция, уже хорошо. Потому что за несколько лет вы придете в хорошее состояние. Бюджетный, наоборот, проще, там, известно, какие деньги выделяются на эту организацию. А не разово, разово, вдвое, например, втрое повысить будет очень трудно. Хотя бы, можно запланировать, то есть, во время переговоров можно запланировать такое повышение на следующий год. Нам повысили зарплату. А в итоге, когда мы были в Ововской ЦФБ, ну, то есть, в Ововской ЦФБ, у нас тоже, там, в Ововской ЦФБ, у нас тоже, там, в Ововской ЦФБ, у нас, как бы, переводы перевели в область. Нам сделали оклад 6700, но при окладе в 9300, там, допустим, я получал 220, а при окладе в 6700 я получал 4036. То есть, чувствуете, серьезно, сахват меньше, намного, а вот это вот эти вот стимулирующие, да, 300% в начале, в начале, в начале, в начале... А вот в этой выдержке не указано заработная плата не меньше 70% гарантированного... Есть фикс. То есть, это в договоре должно быть отражено. Есть, так скажем, фиксированная часть, есть премиальная. Вот фиксированная часть, нужно добиться того, чтобы фиксированная часть была как не меньше 80%, это первое. А второе, что премиальные должны выплачиваться ежемесячно и сниматься только при зафиксированном правонарушении, ну, вернее, там, взыскании наработанного. То есть, если вот взыскание, то есть, составляется акт на человека, вот, то есть, мы должны сказать, мы должны добиться чего? Что премия выплачивается ежемесячно, независимо от левой ноги администрации. Есть договор, вот 80% у нас фиксированного... Да, да, да. И это все, кстати... Это все, то есть, правонарушение взыскания, вот эти вот дисциплинарные и так далее, это тоже идет по согласованию с профсоюзом. То есть, пытаются наложить взыскание на человека, вот они акт оформляют, идут к профсоюзу, а профсоюз смотрит, ой, ребята, это наш активист, а вы его хотите, да, на него взыскание наложить, да хик вам. Вот, и начинают готовить тоже свидетельские показания, то есть, контракт составлять о том, что там этого нарушения не было, что это все мошенничество и так далее. То есть, добиться того, что администрация не имеет права по своей воле играть зарплатой. То есть, ни зарплатой, ни премией. То, что зарплата по нашим рекомендациям минимум 80%, 20% премиальная. Но это премиальная, она такая же, должна быть железно у вас обеспечена каждый месяц. То есть, сниматься только в случае наложенного взыскания и согласия профсоюзов. То есть, если человек реально колдык, да, реально накосячил, то там согласие написали. А если нет, если там реально понятно, что это вот на нашем предприятии снимают, то есть, начинают накладывать взыскания конкретно, когда нужно подготовить корпоратив. Когда видят, что предприятие выполняет план, выполняет план, и как бы премия грозит очень большая, надо срочно от взыскания набрать. Начинают ходить и рыскать, вот кого бы нахлобучить. То есть, вот чтобы такого не было, чтобы это все было, нормально. Вот. Есть еще вопросы? В чем ваша выгода? Наша выгода. Наша выгода. У меня ребенок. У меня ребенок. Если мы вот так сейчас будем продолжать молчать, когда он вырастет, России не будет. Вот ситуация такая, что у нас есть научные деятели партии, которые проводят научную работу. Один из членов партии взял и посмотрел, что из себя представляет Россия на данный момент. Ну, лазил, лазил, искал, вот нашел наши эксперты, о чем говорят наши российские эксперты. Говорят, все ништяк, экономика на подъеме, мы растем у нас, растет ВВП, там, инфляция снижается, все отлично. Вот. А он нашел в открытом доступе доклад американских экспертов для военного ведомства. А там говорится, не надо ничего с Россией делать. Если мы с Россией ничего делать не будем, она к 40-му году, как СССР, развалится точно так. Сама. Ну, а давайте смотреть. На всех главных предприятиях идут сокращения. Если нет промышленности... А что, все продавать будут, что ли? Все продавцами будут работать? Все, они не могут друг у друга покупать и продавать, потому, если вот, во-первых, нет покупателей, во-вторых, нет производителей. Наши выгоды, получается, в том, что вот у меня на работе два раза вызывали скорую помощь человеку. Если скорая не приедет, то он может умереть. Поэтому медицина здесь, она касается каждого. У каждого, у кого есть взрослые родители, пенсионные, у меня отец на прогрессе. У меня отец на прогрессе работает, а по зрению времени прогресс это диагноз. Это диагноз. Потому что люди ему сказали, что его сокращают, инфаркт, ему сказали, что его сокращают, он повесился, ему сказали, что его сокращают, но он шел там под машину. То есть, это, здесь медицина, это больное место всех вообще. Я с сельской местности, там вообще, можно сказать, в деревнях, где еще фельдшеры были, то есть, фельдшеры... Да, да, как он называется, в районах, в районах, где в очередь надо записаться и на прием. Да, за такую списацию вообще... Ребят, я хочу сказать, вы вспомните, кто давно работает на школе, да, Денис, хоть и хоть прием. Вот раньше все равно у нас какие-то приемы, правильно, квартальные, что-то было. Я открыл недавно свой договор, ну, не коллективный, трудовой, 30-го года. У нас ночные были 100%. Да, 100%. Сейчас у нас это начало 6,60%. В связи с тем, что нам это уменьшается. Что у нас, медицин, донус, там, это необычная вещь. Нет, я вообще... Вот чем хорош, чем хорош сильный профсоюз на предприятии, а ему неважно суд, неважно распоряжение начальства, ну, ничего неважно. Он пробивает в колл договор, что у вас зарплата должна расти каждый год примерно на 20%. Плевать вообще, чего там они хотят ввел. Зарплата, которая вы получаете на руки, каждый год должна расти на 20%. Тарифная ставка или оплата у вас растет? Речь идет о том, что вы на руки получаете. Вот на руки вы получаете. Вот это и есть зарплата, да. И вот зарплата, она должна ежегодно увеличиваться на 20%. Должна. Вот есть рычаг, есть рычаг, которым этого можно достичь. Это значит, что если вы сейчас, пожалуйста, в профсоюз, да? Это я буду в том же профсоюзе, где авиадиспетчер? Нет. Профсоюз это профессиональное объединение. Нет. Профсоюз это профессиональное объединение. Но помогать мы вам будем так же, как и докерам, и авиадиспетчерам. Я скажу, наоборот, что на данный момент авиадиспетчеры и докеры нам помогают, потому что у них сейчас все вообще в шоколаде. А авиадиспетчеры достигли какой ситуации? У них, можно сказать, социализм в отдельной взятой отрасли. Молодой специалист приходит на работу, ему дают субсидию от работодателя размером в однокомнатную квартиру. Зарплаты у них гарантированы, их уволить без согласия профсоюзу никто не может. Любой банк знает, что если диспетчер начал работать, ему можно дать ипотеку, его никто никогда не уволит до самой пенсии. Естественно, если он накосячен. Нет никаких нет. Ну, это же надо поддерживать. Мы тогда сколько-то должны платить, наверное, если не вступать. Это профсоюзные действия речи. Вот, а там... 120 рублей там. Там немного. 120 рублей. Дело не в том, но... Вот я просто... Я говорю, а как это платить? Просто... Вы смотрите, вы смотрите, мы определим. Да, вы смотрите. Дело в том, что результатом действия профсоюза будет ваш рост зарплаты. То есть, вы сами поймете, что профсоюз, он выгоден для вас, как его членов. Потому что это понятно, что сейчас, когда вас загрузили работой и снизили вам зарплату, вам это рабочее место нахрен не нужно. Но представьте ситуацию, что у вас зарплата, скажем, 60-70, но работаете вы 30 часов в неделю, не более. Ну, 30 там не получится. У нас все-таки график. А вы знаете, что не получится. Вы знаете, как можно с графиками накрутить? С графиками можно накрутить очень много. Вы, наверное, не торгаш, да? Вы, наверное, не торгаш сразу занижаете церкви. Надо завершать. Да и не о том. Даже у нас, в принципе, мы постарайтесь, в принципе, не имеем права. Кроме как в итальянской это забастовке. А нет, нет. Удалом наказуем вас. Я объясняю. Удальянская забастовка. Удальянская забастовка. А правило. И почему мы разговариваем? Сейчас вот. Первая, наверное, задача, если мы там вступаем в наш парсорсинг. Это не наш парсорсинг. Это не наш парсорсинг. Или это наш, наш будет уже парсорсинг. У нас вступили, это уже наш. Первая задача, мне кажется, вот сейчас вот на самом деле только борьба с аутсорсингом. Это самая первая вещь. Это первый шаг. Как погоди эту ночь. Ну что, на самом деле, у нас тоже не первый шаг. Мы тоже взводим. Нас, нас, водителей. Это на первейшем сейчас задача. Я это просто на вас доберусь. Доберусь. Просто на вас. Я сейчас провожу через шаг. Подождите, подождите. Вот смотрите, у вас задач будет не одна. Их будет много. Но ваша сейчас задача, вот сейчас, вступить в профсоюз действий и в каждом подразделении организовать первичку. Чтобы у вас был активный представитель один, который высот. Ну, двое, чем больше, тем лучше. Но, по крайней мере, вы в область могли бы собираться и определять первые задачи. Они и первые, и вторые, и третьи. Они все важные задачи. Вы не определяете сейчас одну какую задачу. Вот сейчас вам нужно организоваться, то есть вступить в профсоюз и организовать первички в своем подразделении. Начинать работать по организации людей. А вы, я сейчас еще раз. Так, у вас первичка. А вы это кто? А мы, мы просто, мы рабочие партии России. Посмотрели все. А, у нас коммунисты есть. Один из наших полководителей. Он доктор в Санкт-Петербурге. Григорий Пчиславович. Вот, я не знаю, эти руки. Красный доктор. Красный доктор. Да, он член нашей партии. Он председатель инициативного комитета первичных организаций профсоюзных и фабрично-заводских комитетов. То есть, это вот конкретно комитет, который занимается развитием профсоюзного движения. Если это профсоюзное движение, которое называется действие, оно действительно работает, я в него вступлю прям по сегодня. Кольщу работаю. Вот. Это не наш профсоюз. А вообще надеемся, что вы сегодня вступите. Нашего ученого. Вот, его с руки. Давайте так, давайте так. А ваш профсоюз, я надеюсь, это профсоюз действия. А тот, который, он... Это их профсоюз. Это и ваш профсоюз. Да, 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 да. Можно так сказать. Вот, вот, вы говорите, что если мы вступаем в этот профсоюз, мы, то есть, подчиняемся, да? Профсоюзу. Да, то, что вы говорите, мы исполняем... Ну, профсоюз. Ну, профсоюз. Если не подчиняешься. То есть, не подчиняешься профсоюзу. Раз, два, это чем-то раз. А как вы не собираетесь не подчиняться? Каким образом? Исключение. Не подчиняется. Ну, например... Вот там есть устав. Вы, наверное, распечатали устав, нет? А мы так... А мы не имеем ворожь. Уставай, вы едете в сторону. Мы постараемся. Здесь, здесь, вы... Смотрите, товарищи, разрешите сказать. Я слесаремонтник на подстанции тепловой. Я объясню ситуацию. Вот у нас, на самом деле, очень похожа с вами ситуация. Нам энергетикам тоже нельзя забастовать. Но, если мы начинаем работать по правилам, станция встанет. К чертовой матери встанет. Потому что они придут, скажут, Ребят, не встанет, но очень будет тяжело. Нет, нет, встанет, встанет. Я объясню. Почему встанет? Садачи надо их встряхнуть. Вот насос. Просто простая схема. Насос. Насос, который перекачивает, например, извёстку, который очищает трубы, из-за этого работает турбина. Если я его не подчиню, встает турбина. Встает турбина, тепло на станции отключается зимой. И вы представляете, что будет? Ну, это понятно. И они это прекрасно понимают. Я вам больше скажу. Вот мы сейчас тоже начали организовывать там профсоюз. Вот. Он потихонечку срастёт. Мы занимаемся все же самым, в принципе, что вот сейчас говорим здесь, только наши уже специфики. И там вот такая ситуация была интересная. Мы сидели, допускались по наряду. Сидит мастер наш. И наш профсоюзник, который... Вот такой профсоюзник наш. Официально. Ихний. 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 И он говорит такую ситуацию, что ты не представляешь, он с мастером говорит, ты не представляешь, что было бы, если бы все здесь работали по правилам. Станция бы встала. Они это понимают. А теперь нужно нам всем это понять. Какое оружие в наших руках. То есть, все законно? Все законно. Они ничто не могут сделать. Они приходят, почему не делаешь? У меня нет средств индивидуальной защиты. Выдали. А еще подписи здесь нету ваших. Там еще там по лесам. Леса, иди на леса. Таких лесов вообще нету на станции. Все, мы не имеем права. И вы белые и пушистые. Как вариант водителям на скорых. Ну, не знаю, ну, не завелась, ну, не едет машина. Ну, не заводится. Да, здесь очень интересно. С машинами, с машинами отводится. Да, сейчас холодное время года. Мы сливаем. Не работает печка, не жена, не жена. Раубер, не работала. Не ламни, езжайся, черт. Крышкин. 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 То есть, вы понимаете, что в вашей руках. С машинами водитель всегда может найти договориться, и она не поедет. Я поехала на вызов, печки в салоне не было. Я возвращаюсь к Александру. Без механика. Ты едешь, что вы со мной. Ну, почему? Потому что, я уже с одними руками в салоне оказывать помощь не могу. Там минус 15. Но она же ездит. Нет, тепла нет. Понимаешь, тепла нет. И он светит, он со мной. Так, у меня вопрос. Давайте договорим, доделаем этот ответ. А почему возникает вопрос о том, что вы не выполняете распоряжение профсоюза? Спасибо. Просто смотрите, речь о чем? Люди могут отказываться выполнять рекомендации распоряжения профсоюза в том случае, если боятся, что их уволят. Но задача профсоюза защитить вас от уволения. Гарантия есть. Всегда есть гарантия. Кстати, в профсоюзе действия, какая гарантия есть? Да, но если ты не бухаешь, то ничего. Жестоко не бухаешь. Профсоюз действия, можно уже его ставить в пример по анекдотичности ситуации, когда, чтобы уволить человека, нужно на него наложить взыскание. Накладывается взыскание от профсоюза, сразу подается в суд на отмену. И действие профсоюза приводит к тому, что суд выигрывается. Уволить человека без взыскания невозможно. если на него накладывается второе взыскание, оно должно быть как минимум три взыскания, чтобы человек можно было серьезно. А первое уже отменили. Но причем его отменили как? Если мы посмотрим результаты судебных разбирательств, все суды по отмене таких взысканий, все содержат в себе компенсацию морального вреда. 10 тысяч, 15 тысяч. То есть на вас взыскание наложили, профсоюз за вас бьется, а вы потом чего-нибудь получаете. Причем если нас отстраняют от работы и все это время вы находитесь дома, а по суду вы выигрываете дело, вот за все то время, пока вы сидите дома, вы должны получить среднемесячный заработок. Независимо от морального потенциала. Дело в том, что у администрации, у чиновников у них бывают безвыходные положения. Вот им сверху сказали дерись, они дерутся, и эта борьба приводит к тому, что у вас регулярно плюс 10, плюс 15 тысяч за... То есть они выносят необоснованное взыскание. Администрация проигрывает суд, выплачивает компенсацию. Новый суд новый проигрывает, снова выплачивает компенсацию. Вот чем хорош настоящий профсоюз, который за работников бьется, тем, что ваше положение будет улучшаться. Будет улучшаться, и профсоюз он защищает всех своих членов. Профсоюз не может слить своего члена профсоюза, то есть оставить его без поддержки, потому что все остальные будут понимать, что ага, этого не защитили, значит, меня могут не защитить. Значит, если что-то он сейчас будет добиваться, мы не пойдем ничего делать. В результате профсоюз распадается. То есть профсоюз не может оставить без поддержки ни одного человека. Но зато чем больше и лучше он вас поддерживает, тем больше у него членов, тем сильнее он достигает результатов и вышибает. То есть дальше каждый следующий шаг ваше положение материальное улучшает, 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 улучшает. Для нас еще выгода наша в чем? Чем больше прогремит в Самаре профсоюз действия, тем легче нам будет профсоюзами на предприятии. мы организовываем сейчас, у нас организовано уже два профсоюза, поэтому чем сильнее вы прогремите, нам легче будет. То есть мы помогаем вам, чтобы у вас все получилось. Вот, да, потом на Форде, например, во Всеволжске забастовка прошла, ребята проходили, он говорит, в магазин заходишь, продавцы говорят, что-то у нас зарплата маленькая, надо, наверное, забастовать. То есть это вот вот эта шумиха, она начинает, люди начинают верить в то, что это возможно. Вот еще один момент, который еще раз нужно зафиксировать, очень важно, что профсоюз это коллектив. Не я только, не они только, мы, и пока один там, грубо говоря, который член, например, вот все сказали выйти на забастовку всем, один сказал, ну что-то я не хочу, и вот это один подставляет всех. кроме того, что он подставляет, штрикбрекер. Потом, если посмотреть, как коллектив расправляется с такими людьми, это очень, очень тяжело. То есть бойкот, бойкот коллектива, да, и люди потом ходят и просят, чтобы вот их простили, то есть это на самом деле поступки глупые. То есть если человек не выполняет распоряжение профсоюза, если он там вписался, но это решает сам коллектив. Хотел что сказать? Вот что такое профсоюз? У профсоюза есть опасность того, что лидеры профсоюза, председатель, первички, могут запугать, подкупить, и он может начать действовать против интересов профсоюза. Но профсоюз тем и хорош, что председателя переизбирают, вот, и этот момент можно использовать очень даже здорово. То есть одного подкупили, его раз, поменяли. то есть нужно подкупать второго. Второго подкупили, его раз, третий, денег не хватит на всех. Допустим, вот реальная ситуация, вот я сейчас посидел, посмотрел, подумал, решил, вступаю. Завтра у меня там, допустим, какая-то такая ситуация не в мою пользу. Я, например, вот сейчас еще нету никакой первички, я вот ее, по крайней мере, не вижу, не знаю, к кому я должен обратиться. Вы можете обратиться к нам, можете обратиться к Татьяне. К нам это понятие растяжимое, вас я вижу, но контакта нет. Контакт я вам дам. Контакт я вам... Там в этом речь. У нас опять-таки очень много контактов с тормозной этим. Можно, можно на слух рабочих... Рабочая партия России Рабочая партия России Вообще, конечно, первички можно собирать. Раас своего подразделения нет. Сейчас вот столько. сейчас вас с Куртл приехал. С Куртл сюда. У нас в Горстке сейчас уже в Горстке подразделения есть на подстанции. У вас разные подстанции. У вас первичка на каждой подстанции должна быть? на каждой подстанции. Значит, у вас единая подстанция. У вас единая подстанция. на каждой подстанции подстанция. Пусть даже активно может со своей санкцией на каждой подстанции. Почему нет? Если у вас есть просто что-то мы собрались и активные человек, вы были уже в Горстке в Горстке по всему городу тут все в одном месте многое число. Но здесь дело так считаем. Да, да, да. Потому что одни ну, правят, другие это... Да, да. Идея мою привычку организовать была тогда, когда я рассказывал уже, говорю, у меня проблемы были с областью с Саразовым. Вот на днях мы с Сашей поедем, если составлять. Вот кто работал в области, кому заплаты не доплатили, присоединяйтесь. Я хочу сказать, что у меня есть много отписок прокуратуры, трудовой. Выигрыш, что положили. Реально, реально я хочу составить иск и идти с этим иском в суд. Уже хватит. Пока у нас год не истек, сейчас год для компенсации зарплаты, мы что-то можем допить. Ну, а че ж такое? Вот меня вот, я не получал никаких 500 тысяч. Меня взяли и перевели на этот Новокуджск. Надо мной последний год издевались. Денег я недополучал, как фетши. В итоге я за год потерял больше, чем 100 тысяч. Это, по-моему, сумма. А на каждого умножьте водителя вот по пятнашке получали, как дальнобойщики ездили по 500 километров. И мы зарпили на туалет. Ну вот так. в этом году, например, у нас было жарко, жаркие дни, меня поставили на сутки. А я работал на УАЗике. И вы сами представляете, что такое УАЗик. На этой печке, у нас там температура была 70 градусов. И мне стало плохо. Я вообще гипертоник не делал. Я такой, говорю, мне плохо. Говорят, мне даже не дали обезть. Там срочный вызов. Я к вам часто. Потом вы слышите? Сейчас, говорю, мне будет помощь. Оказывается, мне сейчас будет тепловой удар. Я вся красная. Пунцов. У меня давление с которому по 200 мне плохо. Представьте, смотрите, вот это вот ерунда. Ну вот, по вина, никто не поверит по праву, если он знает там. А приказ в этом? Приказ, например, что вот, когда больше, там, 35, по-моему, по, ну, в природе, то, да, то, как бы, час, по-моему, но не на братику. Я думаю, сейчас мы должны отдыхать. Какой час? Они в полчаса новую беду даже сорвали. Вот, число. Вот, чтобы такого не было, я вам простой, вам простой, вообще, сейчас, штуку расскажу. Представьте, представьте ситуацию, что у вас зарплата будет порядка 70 тысяч, у вас штата будет англ. Если зарплату вам добьются 1070, у вас полный будет штат, правильно? У вас не будет такого, что там, обед сократили, или что-то. Скажем, у нас был такой, тогда у нас приялись в Овской ЦРБ в области, у нас зарплаты, ну, я думаю, отлады были маленькие, но зарплаты были большие, и у нас городские сразу попёрли к нам с советской подстанции, с кировской, т.д. и т.п. Понимаете, они приходили и охреневали по августе сейчас. Они приходят, у нас вызовов особо нет, и они брят и спать. У нас такое было. Да, 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 да. А, тогда работа же как областей? Работала тогда на советской, но от нас много пришла. А ты представляешь, что такое работа на советской и у нас тогда? Да. Кравченко у нас пришла, да, она прямо там балдела, она приходила сразу, брятнется и спала, обалдела. И вдруг у нас начинается потихоньку-потихоньку закручивание гайок, сокращает нас, вместо 100% ночных делать 60%, вместо табыда обрушают нас убавлять и в городе, скалюбая. А то городские стали получать больше, чем мы. Все подбирали в город. Советы есть какие-нибудь мотивировать людей на станции? Есть. Даже перечислили столько мотиваций. Вот, смотрите. Беспорезно. Мы также обсуждали это во время обеденного перерыва, когда приклады были на месте, обсуждали, но как-то на людей не особо влияет. А почему? Потому что никто не верит. А почему? Просто что-то изменить. Поэтому не воркать. Поэтому не воркать. Мы еще добавляли больше. Поэтому я спрашиваю, может быть, еще какие-то дополнительные есть советы? Не просто мы сошли, нас забудено беспокоить. Есть. Есть. Смотрите. Когда вы разговариваете с людьми, что их беспокоит? Потому что если они во что-то вяжутся, ничего не получится. А вы скажите людям, что? До момента начала борьбы от них требуется только доверенность. Вот кто очкует. Вот кто понимает, он вступит в профсоюз и будет активным действовать. Вот. А второй момент. Вы можете сказать. Вот членов профсоюза, мы будем защищать. А вы, как вы хотите. Вы можете ждать, что вам администрация, вот она вам за последние 2-3 года много хорошего сделала? Ждите, ждите. Дальше делайте. То есть, стойте на ее стороне. Это как вот один вариант. Другой вариант. Есть, как вот можно сказать, если вот, например, говорят, у меня на станции так вот было, у тебя ничего не получится, ничего не получится. Вы никого не соберете. Я сейчас прихожу и говорю, что не собрали? Говорю. Вот. Есть людей. Вот. Они такие смотрят. По поводу страха уволиться. У нас тут ситуация была, такая, что берут сотрудника. Все прекрасно знают, что этот сотрудник, мягко говоря, да. Знаете, это не просто. У меня человек не очень, и работник из него не очень, и вообще у него не очень. И ведь сегодня это не хочет. А это подстанция. Это подстанция собирается купиться. То есть, люди подписывают, и говорят, что он говно такой делал, секой делал. То есть, обычно, все в первую очередь выносит, а это, вот это очень активно. Не надо. Нет, не надо. Вот. И неважно. Нет, ну скажи, с тобой надо поставить. Потом есть и все. На секреты поделиться. Да, да, да. А это все. Все. Вот. То есть, вот на борьбе с Телегом, подписи, маму директору, точнее, главу начало, что это сотрудник. Там не нужен никаким соусом. Сотрудники принимают. Стоит подписка, что вы на три месяца принимаете на испытательный срок, за этот испытательный срок вы должны его налить столько, главное, чтобы у меня было, во-первых, основание его уволить, а второе, для этого, я его, в принципе, принять не могу по одной постой причине. Вот. Мы ходили беседовать с Палиной Молотковым. ТТТ. От нашей подстанции. У меня, говорит, весит 20 штавок, 20 мест побольше, и, говорит, отказать человеку, который, как бы, подходит всем критериям. Возьми блог. Да. Я, говорит, не могу ему отказать, потому что он тут же пойдет в удовую инспекцию, и меня уже нальнет в удовую инспекцию, за то, что я не беру человека, который может и ходить работать. Само собой. Престив, он всегда имеет рычаги воздействия на любого человека. Понятное дело, что, в магазине из вариантов, это, вот, просто, там, пойти к главврачу. А другой вариант, просто смотреть, если человек плохой работник, вы составляете акты на его кофейки, и эти акты уже отправляются по инстанции, что этот человек нарушает, и он, скажем, вы сейчас покрываете его нарушение, а это все может обойти с здоровьем человека. Те более, он скажет, я в профсоюзе действие защищает. Я в профсоюзе и действие защищает. Это коллектив. Профсоюз это коллектив. Это не, то есть, не может быть такое, что весь профсоюз будет утираться в интересах только одного человека. А, хотел бы сказать еще, что, понятно, конечно, что не хочется, так сказать, действовать страшно, но никакого другого варианта нет. вы либо организовываетесь и решаете, либо терпите дальше. если кто-то боится вступать, значит, говорили уже о доверенности. То есть, находится активный человек в вашем вот, на ваших... Вы не собирает, либо вступаете в профсоюз, но активный, тот, кто самый активный, тот, соответственно, в профсоюз должен вступить. У нас на предприятии, не на предприятии, как у нас беспредельничные организации, она будет только на наших подстанциях, на наших подстанциях, уже есть, или на ваших тоже, это мы, как говорится, спросим. Первичка 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 определяется подчинением организации, да. То есть, если у вас общий, то есть, общее руководство, если вы все писали на одного человека, то первичка у вас одна. у вас отделение, есть ячейки, у вас ячейки первичных организаций, вот эти ячейки, то есть, как вы это уже между собой будете организовывать, то есть, у вас от каждой ячейки должно быть там два-три человека, которые будут в чате, например, в Самарском чате про союзы действия, чтобы они были в курсе новостей, могли передать информацию, желательно, чтобы все-таки два-три человека, не терять, что один там заболел, и что-то случилось, да, и потеряли связь, такого, чтобы у меня то, что люди боятся вступать или боятся действовать. Здесь как раз нужно говорить о том, что те, кто вступит в профсоюз защищает, вот те, кто не вступит, это уже на усмотрение профсоюза, если человек не вступил, ничего не делает, защищать его, можете так смело и говорить, мы его защищать не будем. Тут какой момент? Вот у вас что-нибудь случится, а таких случаев может быть там десятки разных, да, профсоюз за вас напрягаться не будет. можно можно говорить, не знаю, это хороший способ или нет, сервисные профсоюзы, они берут потом годовой взнос, для того, чтобы, например, защитить. Человек приходит, говорит, вот на меня написали телегу, мне надо, чтобы вы меня защитили. ну, вот ты за год не взносит, заплати, тогда я буду с добором. Вот момент какой? Вот есть у человека страх, это как бы вот не к нам взносится. Есть у человека страх вступать, например, но нужно дать осознание того, что вот, если он не вступит, действительно, то есть, народ-то будет увеличиваться в профсоюзе, и получится так, что вот просто, ну, как бы, вот, да, представляете, 90% человек будет в профсоюзе, он останется в меньшинстве, да, он останется в меньшинстве, и, ну, на кого администрация упадет? сразу, на него. Все. Перетекает в другую плоскость. У него страх перетекает, что я не вступлю в профсоюз. В Беземчуке в том году был, когда в Крозае в одну страну. Вы же не помните, там, знает, березки, там, 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 или, там, там, вот, там, 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 мы можем сообщиться, там каждый, соответственно, слои, которые повзрослее, слои, которые по опыте есть, могут надавить до человека, тем самым мы будем увеличивать свою численность. А потом дальше приводить людей на подобные встречи, когда уже лидер... А вам же не обязательно всех людей приводить на встречи. Вы можете совершать... Не обязательно всем. Нет, еще раз повторюсь, я сначала говорю про отдельную встречу, чисто нами, с скоропомощниками. Никого, вот ни профсоюза, ничего, никого не будет, чисто мы только. То есть мы, люди, которые сегодня присутствовали, или те, которые в дальнейшем будут присутствовать, смогут пообщаться с другими людьми, которые еще пока не решили, вступят они в профсоюз или не вступят. Так как не будет членов профсоюза, они больше будут уметь... Оказывается, профсоюз это вот. Да. Понятно. Это партий. Это профсоюз. Они могут чувствовать себя в безопасности, и поэтому смогут нас слышать. Потому что мы только люди знакомые. Но в следующем, в следующем мы сможем лучше приобщиться в профсоюз. Перефоматировано. Собираться коллективно... Смотрите, собираться коллективно имеет смысл тогда, когда человек точно знает, что он собирается что-то делать. А дальше все переговоры по приглашению человека в профсоюз, желательно, как вы сказали, с кем-то опытным, но вдвоем на одного. Не надо коллективно. Не надо коллективно разговаривать. Я проходил, да, перед собранием сегодняшним нашим, да, я пообщался с людьми, тем более моих возрастов, с тем, с которыми я общаюсь. Знаете, люди не особо активно не... Ну, я подпишу, но если вы... Они привыкли, да. И, к сожалению, это будет. Вот чтобы такой ситуации не было, мы должны сами лично с ними встретиться, а уже потом приобщаться. Понятно. Вот у каждого своя ситуация. Допустим, у кого-то муж богатый, она работает, так что-то там, для себя, вот там, на запортике, там, на лодочке... А вот так? У кого-то там вообще... А вот там... Мне сейчас вот... Мне сейчас вот сижу и получилось. Я сейчас вот сижу и думаю. А суда? У нее осталось две. Я получил... Я сейчас не оплатил. Потому что тебе сейчас не за что-то вопрос. Я не знаю, что ты внутренний д... Я не против него. Вы против бутера лободы. Ну что он сделал нам? Вот он взял, он же коллективный договор подписывает за правду. У нас уменьшилось, ребят. Я хочу вам сказать, не выключено. Да. Я хочу ответить. Она имеет в виду, что информация должна быть распространена среди людей. Это агитация называется. Есть пропаганда, есть агитация. Пропаганда, это когда ознакомление людей. Вот, ознакомить, это одно дело. Чем больше людей знают, тем лучше. А вот второе, агитация на вступление. Не надо коллективно. То есть ни в коем случае не надо коллективно. И желательно вдвоем на одного разговаривать. То есть, если вы точно знаете, что человек либо у вас старше, либо вашего возраста, не надо один на один с ним разговаривать. Пригласите кого-то, кто сможет мотивировать, сможет обосновать. Вдвоем разговаривать с одним гораздо лучше, гораздо легче. Можно, если у вас членов профсоюза уже больше, а там один-два человека. Слово, вайбер, это не решение. Можно считаться лично. Смотрите, это только обмен информацией. Товарищи медики, я объясню ситуацию тоже, опять-таки, на моем примере. И вот к примеру товарища Максима. Когда мы создавали первичную организацию профсоюзную, тогда ситуация была несколько раз. И у него, и у меня получалось так, что вот приходим мы, коллектив работников сидят, ну, там, скажем, мужики там в обед. Ну, обедают, либо кто-то там что-то своими делами занимается. Ты их начинаешь эгитировать. Один скажет, что это какой-то фуфло, и все говорят, что это фуфло. Все. Но, когда мы начали подходить по одному и спрашивать его, ты хочешь меньше работать и больше получать? Да. Ну, все. Вот доверенность подписчиков. Все. Собираете 15 человек, приглашаете. Ребят, смотрите, как нас много. Вот сейчас вот сидит. В прошлый раз Татьяна приезжала, еще один человек. Смотрите, как сейчас. Трое вчера. В прошлый раз трое пить. Трое. Да. Смотрите, сколько сейчас уже сидит. Вот он правильно начал рассказывать. То есть, с людьми разговариваем как? У нас, вы должны понимать о том, что активно развивать профсоюз будет довольно маленькое количество людей. Это так называемый актив. Остальные, они согласны вступить, согласны выполнить приказы, но активно действовать они не будут. То есть, можно их сказать, что это простые солдаты. Вот этот простой солдат, он да, он сейчас говорит, что ничего у вас не получится, и мне вообще все это не надо, все это ерунда и так далее. Говорите, вот такую фразу. Если мы соберем больше половины... Ты присоединишься? Вот вы сами как решите? Если больше половины соберем, человек что говорит? Нет, я все равно не буду. Больше половины мы не собрали, мы ничего не делаем. То есть, от тебя ничего не надо. Но если мы больше половины соберем, ты присоединишься? Я присоединись. Человек говорит, я присоединюсь. Он говорит, давай, вот ты сейчас подпишешь, но это тебя ни к чему не обязывает до тех пор, пока мы больше половины не соберем. Подписывай доверенность. Это тебя ни к чему не обязывает, пока мы не соберем. Больше половины ты сам сейчас об этом не сказал, я это прекрасно знаю. Там только доверенность на право представления интереса. А право представления интереса. А когда вы находите человека, который готов активно действовать, да, его зайдете в профсоюз, чтобы он с этим же вопросом подходил к своим товарищам, знакомым и так же разговаривал. У меня получается такой вот опыт, что из 40 бесед, 36 за. То есть, люди говорят, да, если больше половины мы собираем, я... То есть, вопрос, человек начинает глаза закатывать. Он говорит, ты за коллектив или ты против коллектива? Тогда против коллектива, как-то человек сразу понимает. Вот это вот, да. Они могут обычно, чтобы только кто-то. Идти за них. Идти за них. Идти за них. Идти за них только пока, когда идти за них. А если ты... Вот смотри. Если ты... Если ты... Получай, мы за его интересы, да? Да. Мы можем представлять его интересы. Ты согласен, чтобы твои интересы отстаивали? Согласен. А пока больше половины нет, их как бы и действия, по сути, не будет. Да никак не действия. Да. Вообще ничего нет. Лично ничем не рискует. А в случае, когда ему придется действовать, вот когда больше половины собирается, и сами все начинают действовать, а он такой, я вот раньше подписал, теперь не хочу действовать. Он, по-первых, против коллектива, но у него не будет такого. Алексей, не бывает такого. Ну, я и говорю, не будет такого. Когда человек, да, когда человек видит, что собралась толпа людей, то он уже отказался. У меня же у себя на него. Нет, ну, если у тебя... А, я вам смешную историю сейчас расскажу. В эти 80-е было бы... Смешную историю сейчас расскажу. Я когда профсоюз организовывал, я по очереди с людьми поговорил и набрал, значит, там, человек 15, мне сказали, да, мы в профсоюз вступаем, все отлично. И мне нужно провести учредительное собрание, я людей собираю и понимаю... А, из всех, с кем я поговорил, человек 3-4 сказали, не, у тебя ничего не получится, мы никогда вообще в это не ввяжемся, никогда вступать не будем. Короче, вот, все это ерунда. Собираем учредительное собрание, и эти люди туда попадают. И я начал людей опрашивать, уже вот со всем, обо всем поговорили, я уже прям иду, так вот, ты ты за? За, подписывает, следующий за, за, подписывает, следующий за, за, подписывает. Доходит до отказников, они не отказались. То есть, они вот в этой ситуации, когда они видят, что перед ними, там уже человек 10 согласились, да, они уже так вот, ну, за, так и раз и подписались. То есть, вот эта ситуация, когда на словах одно, а потом, когда коллектив... То есть, надо, но он просто невозможен. Да, он уже, коллектив, он показывает, что... Слепо не все согласны, будем воволны, и чтобы все об этом узнали. Да, кроме того, кроме того, нужно понимать, что действия, то есть, профсоюз силен действием, то есть, людьми. Вот все бумаги, это, чтобы мы понимали количество членов профсоюза, да, количество сторонников, кто вот доверенности написал. А если люди не готовы будут бороться, то ничего не получится. Поэтому, вот этот вот вопрос, ты с коллективом или нет, он должен, человек должен понимать, что вот коллектив начинает бороться, то есть, начинает, там, вот итальянскую забастовку, работу по правилам, там, какие-то там действия, вот, тогда он присоединяется. Даже если он не член профсоюза. Потому что, да, и член профсоюза может отказаться, там, итальянец, по разным причинам. Сейчас, в основном, сликнулся. А я так понимаю, здесь все активные вот собрались, вы сейчас заявление подкинули, напишите. У меня, у меня, я говорю, у меня получилось из 40, 40 человек, 36. Нет, зачем, 100 грамм обещал, а потом разговариваю. Я на каждом дежурстве, как я, как пупка-дурак, простите, по этот ассорсинг, хотя многие, Юр, мне говорили, а может, лучше будет от него. Я говорю, что у вас на нашей подстанции. Вы должны понимать, вот аутсорсинг, это в любом случае выхудшение положения водителей. Вот если водители выводят на аутсорс, значит, вот, не может, да, то есть, часть ваших денег заберет, как-то, кто хочет, тоже заработать. Да, 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 да. У вас есть еще вопрос сейчас неразрешенный, или уже можете заявление писать? Товарищи, ну, из какой подстанции, может быть, образцы возьмете, размножьте, уже... Давайте так, вы сейчас, кто здесь присутствует, напишите, что я буду с собой возьмете, ручки вам дать? Да, ручки на полу. Вот там, подай ручки, все. Продолжение следует...